Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Сегодняшнюю нашу тему мы назвали так – «Слышим и дышим свободно» или «Полезные советы от лор-врача». У нас сегодня в студии коллегин Евгений Евгеньевич, это главный специалист от ириноларинголог Министерства захоронения Ульяновской области. Здравствуйте, Евгений Евгеньевич. Здравствуйте, здравствуйте. Пусть рад вас приветствовать. Здравствуйте. Евгеньевич, тема такая очень актуальная, у нас пойдет речь о лор-заболеваниях. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами обращаются к вам как к специалисту? В основном какие нозологии встречаются? Если мы говорим про воспалительные заболевания, например, от лорингологического профиля, то это наиболее часто синуситы, заболевания около носовых пазл, это воспалительные заболевания полости носа, глотки, это фаренгиты, хронические фаренгиты, очень большое количество. Если мы говорим о невоспалительных заболеваниях, то это, конечно же, проблемы со снижением слуха. Да, это такая большая когорта пациентов обращается с этим. С чем еще это может быть? Евгеньевич, ну вообще статистика заболеваний лор-органов, наверное, вот у нас в регионе, в принципе, не отличается от других, наверное. Не отличается. А по России не отличается абсолютно. И еще, Евгеньевич, вот существует ли все-таки какая-то сезонность именно таких заболеваний? По поводу сезонности, да, но надо понимать, что если мы говорим, к примеру, об эпидемически опасных временах, да, то всегда это сопровождается чем? Катарам верхних дыхательных путей. Верхний дыхательный путь. То есть провоцирующий фактор? Совершенно верно. Провоцирующий фактор либо это вирус, на который потом присоединяются бактерии, либо это изначально бактериальная флора, которая приводит к воспалительному заболеванию. И запускается вот этот механизм. И запускается каскад механизмов, да. Евгеньевич, скажи, пожалуйста, а вот коронавирусная инфекция повлияла именно на рост лорозаболеваний, распространенность лорозаболеваний? Ну, конечно, надо понимать, что коронавирусная инфекция, как и любая респираторная инфекция, да, опять же поражает верхние дыхательные пути. Заход инфекции происходит через верхние дыхательные пути. Просто надо понимать, да, ведь у нас организм настолько такая универсальная штука, да, в каком смысле. Если за один вдох мы вдыхаем около 1700 бактерий, то уже на глотке у нас, в момент, когда доходит кислород до глотки, их становится 300. А когда не подпускается кислород в нижний дыхательный путь, он уже стерильный. Поэтому надо понимать, что любая вирусная инфекция, которая приводит к воспалительным заболеваниям не только верхних дыхательных, но и нижних дыхательных путей, и заход происходит через верхние дыхательные пути, входные ворота идут через верхние дыхательные пути, если иммунная система не справляется, если сторожа не срабатывает, то, конечно же. Игорь Ильич, у коронавирусной инфекции однозначно есть органы мишени, мы про это знаем, то есть сердце, легкие, кровь, кроветворная система. А вот как коронавирусная инфекция, какие осложнения дает именно со стороны лор-органов? Вот по поводу со стороны лор-органов, наверное, я никому тайну не открою. Наиболее частая жалоба у пациентов с коронавирусной инфекцией – это анасмия, потери запаха, гипосмия, снижение обоняния, это может быть парасмия, когда у человека извращенные ощущения. Особенно часто мы встречаем это что? Это у людей на белковую пищу. Они говорят, что неприятный такой запах, когда чувствуют белковую, мясную эту пищу, неприятный запах. Это, опять же, конечно же, проказы вируса. У нас во многих медицинских программах, и в наших тоже, очень часто телезрители задают вопросы, как восстановить именно обоняние, все последствия от коронавирусной инфекции. Как долго это может продолжаться? Может быть, есть какие-то механизмы, чтобы побыстрее все пришло в норму? Во-первых, не надо заниматься самолечением. Вот это самое главное. Ни в коем случае, пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Никакая народная медицина не ускорит ваше выздоровление, не вернет вам обоняние на более короткий срок. То есть, само какое-то время должно пройти? Конечно. Само по себе. Надо понимать, что через две недели после перенесенного данного воспалительного заболевания организм должен уже начать восстанавливаться. Мы ему можем только помочь. Вот как? Как мы можем помочь? К примеру, если со стороны нас, врачи-отоларингологов, мы работаем с медикаментозными препаратами. Это какие препараты могут быть? Я не буду рекламу говорить. Я просто скажу... Ну, механизм из препаратов. Я просто расскажу препараты, которые, например, это могут быть блокаторы калиевых каналов и антихолизоцитеразные препараты. Вы можете что подключить, как, например, на уровне обывательском, на бытовом уровне? Это витаминотерапия, витамины группы В, которые улучшают трофику нервного волокна, улучшают проводимость по нервному волокну непосредственно. Это могут быть антиоксиданты, витамины группы Е, это кундим, всевозможные это кундим-Ку-10, тот же самый. Это что еще может быть? Методики довольно распространенные. Да, 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 совершенно верно. И, конечно же, конечно же, вот все-таки, опять же, на первое место выходит это наше с вами усердие. В каком плане, да? Тренировать себя надо. Есть методики, разработаны такие методики, что помимо лечения нужно тренировать тренинг. Это что? Это 4, 5, 6, это могут быть всякие, да, пахучие вещества. Да, чаще всего это эфирные масла, да, там гвоздики, лаванды могут быть, смоченные ватным диском. И 5-6 раз нужно принюхиваться к этим запахам. Надо тренировать себя. Есть психологические программы в каком плане, да? Это когда, к примеру, ты ешь ту же самую белковую пищу, курицу ту же самую, да? Ты должен вспоминать этот запах. Как она была на запахах. Надо понимать, запах со вкусовыми рецепторами очень сильно переплетаются. Ну, то есть уже подключать центральную нервную систему, чтобы она тоже помогала. Да, совершенно верно. То есть тренинг совместно с медикаментозными препаратами и вашими усилиями дадут положительный эффект. Евгений Евгеньевич, а вот мы очень часто как-то не обращаем внимания на какие-то проблемы с лорорганами, да? На самом деле приходим, когда уже немножко бывают запущенные случаи и так далее. Вот все-таки какие должны быть жалобы у человека или какие-то дискомфортные ситуации, да? Что действительно сподвигнет человек обратиться к врачу. Когда, в каких моментах это нужно сделать? Ну, если мы говорим с вами о верхних дыхательных путях, опять же, да, говорю, это, во-первых, нарушение или затруднение носового дыхания. У нас очень большое количество пациентов с затруднением носового дыхания, да? Некоторые пациенты даже не ощущают, что у них затруднено носовое дыхание. А причин ведь много этому может быть? А причин очень много, конечно, конечно. Некоторые даже говорят, нет, я дышу полноценно, да, я дышу свободно через нос, да? Когда мы видим, что, например, одна половина носа совершенно не дышит у него, он привык к такому носовому дыханию, ему комфортно. Он рос с таким носовым дыханием, да? Тяжело уже приубедить человека, если он считает и принимает это за норму, да? Вот. Это что? Это нарушение слуха. Когда вам люди говорят, например, окружающие говорят, что ты недослышиваешь, да? Это нарушение разборчивости речи. То есть человек-звуковой раздражитель слышит, откуда идет звук, да? Ну, не понимает обращенную речь, к примеру, к нему, да? Или обращенный звук, который на него нацелен, направлен непосредственно, да? Вот. Это всевозможное... Надо понимать, онкология очень сильно поднимает голову. Из года в год онкологических процессов становится лорорганом все больше и больше. От тех кузоистических каких-то случаях онкологических процессов, которые встречались раньше, да? Сейчас мы говорим уже, наиболее часто поднимаем эту тему, к сожалению, да? Вот. И поэтому вот эти дискомфорты все. Не поленитесь лишний раз обратиться к специалисту. Не надо все оттягивать в долгий ящик, да? Не надо вот затягивать с этим. Евгений Ильич, вот еще десятки лет назад еще как бы говорили, что вроде бы как со стороны лоропатологии, да, вот лечение, оно как бы, ну, такое, не больно, как-то развито, там все прочее. То есть где-то вот были пробелы, там, ну, надо это признать, да? Но сейчас медицина уже далеко шагнула, да, вперед, да? Какие-то появились, вот, какие-то новые методики, ну, может быть, хотя бы так, вот в двух словах, да? И может быть, то, что действительно у нас в регионе применяется, какой-то ноу-хау, да, такое... Если вот по всему миру смотреть, да, тенденцию к развитию лорингологии, то что мы видим? Мы, во-первых, видим транскраниальные или фоциальные доступы к основанию черепа. Это когда мы можем через полость носа на основании черепа оперативное вмешательство совершать. И все, врач все видит? Все видит, совершенно верно, да. Это что может быть? Это, например, кахлеарная имплантация, да? Люди, которые совершенно потеряли слух, утратили надежду на возвращение слуха, да, получают эту возможность, да? Конечно, сложное оперативное вмешательство для взрослого человека, сложное оперативное вмешательство. У ребятишек давно уже это направление широко действует, да? Вот. Но мы возвращаем слух людям, да? Это что может быть? Это восстановление или нейропластические оперативные вмешательства на лицевом нерве, при порызах и параличах. Это вообще раньше было такое, да? Вообще это... Трагедия для человека была? Трагедия, да. Особенно это является одним из осложнений при радикально станирующей операции на среднем ухе, да, когда делают... А сейчас все восстанавливается полностью, да? Сейчас есть возможность человеку помочь в этом, да? Умикально. Это микрохирургические вмешательства на гортанях, да? Я очень люблю гортань, я люблю работать с гортанью, я люблю работать именно с этим органом, да? И хочу сказать, сейчас микроинвазивные вмешательства на гортани далеко шагнули вперед. Даже микроинвазивные вмешательства при злокачественных наобразованиях гортани, щадящие операции становятся, органосохраняющие операции. Если раньше, к примеру, это более радикально решался вопрос при выявлении у пациента рака гортани, да, то сейчас более щадящие, даже вплоть до сохранения голосовой функции человека. Также при рубцовых стенозах гортани, трахеи, да, что не редкость, к сожалению, встречается на самом деле, да. Рубцовые стенозы, трахеи, сейчас возможно провести оперативное вмешательство и сечение, да, рубцового стеноза и подшить, например, трахею конец в конец, да? Это, например, при ожогах, да, или после ожоговых делах? Чаще всего при интубации длительной. При интубации длительной. Да, пациент длительно находится на искусственной вентиляции лёгких, да. После оперативного лечения какого-то еще что-то? Да, длительно пребывает, например, в палате интенсивной терапии, требуется респираторная поддержка этому пациенту. У нас находится на искусственной вентиляции лёгких лёгких лёгких. Там прям структуры идут, да, такие? Там прям рубцовые стенозы возникают. Сначала грануляции, потом стенозы, вот. Если мы говорим о каких-либо доброкачественных образованиях гортани, то это гранулеомы после интубационные, да. Ведь надо понимать, организм, он у нас удивительный. Везде, где есть рама, он пытается это закрыть. Сам. Он пытается это залечить. Ну, то есть просто надворными всёми. Иногда, просто он иногда чуть-чуть большие старания прикладывает к этому, да, и возникают гранулеомы, большие рубцовые эти ткани, вот. И поэтому даже вплоть до истечения деформируемого участка подскладочного отдела гортани, да, и подшите одного дистального конца трахея, уже непосредственно гортани. То есть очень широко шагнула царингология вперед, очень широко. Евгений Евгеньевич, ну и оборудование, наверное, тоже, да, и оборудование, медицинские изделия тоже идут в помощь, да, врачам? Да, конечно. Во-первых, микроскопы стоят на страже, можно сказать, и позволяют нам более тонко работать, например, да. Ведь надо понимать, у нас область такая работа своеобразная, да. Мы всегда подглядываем, всегда подсматриваем, довольно тесно нам всегда в этих областях, когда мы работаем, да, а объем оперативного вмешательства очень большой может быть у этого человека. Это контактная эндоскопия, конечно же. Методы визуализации шагнули далеко вперед, я хочу сказать. За что прямо спасибо, наверное, нашим научным коллегам. А вот еще такой сейчас бич, такой современный идет, да, вот, ну, мы очень часто видим, вот, молодежь, особенно, да, молодые люди, вот, с наушниками слушают музыку, смотрят фильмы в этих планшетах, в гаджетах, там, все прочее. Вот скажите, насколько это вредно, насколько, может ли это испортить слух или повлиять еще какие-то органы, да, значит, вот, давайте об этом поговорим. Есть хорошая поговорка, да, нет вредных вещей, есть вредные дозы, да. То есть во всем должна быть мера, да. Совершенно верно. В отношении наушников, хочу сказать, не надо их демонизировать, честное слово, да. Просто надо грамотно подходить к этому девайсу, можно сказать, да. Ну, это современный же, да, поэтому не имеет права на использование. Надо понимать, что наушники не любят, когда их долго носят. Слуховой анализатор не любит длительного монотонного раздражения. Они должны быть комфортные, наверное, тоже, да. Совершенно верно. То есть, смотрите, мы стараемся, если мы используем наушники, да, будь то вкладыши, будь то накладные, будь то внутриканальные, их очень большое количество сейчас, да. Есть костные проводимые сейчас наушники, да, если кто-то слышал. Вот. Надо понимать, что больше четырех часов старайтесь в сутки ими не работать, не заниматься. Ну, это тоже довольно-таки много, да, в принципе. Совершенно верно. Вполне хватит. Во-вторых, старайтесь, если вы повышаете громкость на своем девайсе, да, то, чтобы наушники работали максимум до 70% своих возможностей. Я имею в виду по тональности, по громкости звучанию непосредственно, да. Ведь надо понимать, более-менее мы с вами можем до 100 дБ воспринимать адекватное звучание, да. Все, что свыше 100 дБ, как вам с чем сравнить? Ну, это вот как, наверное, если вы спуститесь в метро, вот в метро около 105-110 дБ звук. Когда человек спускается в то же самое метро, в центральных мегаполисах, да, к примеру, вот, он пытается заглушить этот звук своими наушниками, да, тем самым повреждает волосковые клетки слухового анализатора. Это не есть хорошо. Вот. Поэтому в меру должно быть все. Нельзя чрезмерно. Надо понимать, что вообще во всем мире, наверное, вот если взять общую заболеваемость, да, то 10% населения земного шара – это люди с проблемами слуха. Ну, кстати, вот про слух, да, вот от чего может все-таки еще какие могут факторы привести к снижению слуха? Есть ли вот характеристики именно возрастного снижения слуха? И как вот помочь людям, действительно, вот есть вот какие-то рецепты, чтобы как можно отдалить этого, да, а если уж это наступило, можно ли помочь человеку? Вы зашли на такую своеобразную такую тонкую материю территории, да, есть такое явление, называется у нас пресбиокузис, да, это возрастная дегенерация звука, возрастные изменения звука, да. То есть все равно, которые происходят. Происходят. Ну, рано или поздно надо понимать, что возрастная дегенерация звука, слуха произойдет, да. Ну, у кого-то в одной степени, у кого-то в другой. Почему? Потому что у нас чисто генетически мы запрограммированы на то, чтобы снижение слуха происходило. Просто у кого-то это раньше произойдет, у кого-то это позже произойдет, да. У кого-то больше, у кого-то меньше. Совершенно верно, да. Невозможно сберечь слух полностью стопроцентный до самого своего пожилого возраста. Не получится это. Пролить, конечно, вы можете отдалить, да. Это, опять же, говорит о витаминотерапии, опять же, можете использовать. Опять же, можете использовать те же самые кунзимы, которые якобы отдаляют этот процесс непосредственно, да. Это рациональное питание, это физические нагрузки, да. Ведь надо понимать, почему все это происходит. У нас в организме есть, в целом, свои биологические часы, да, которые, вот исследования производили между средним населением, средневозрастным населением, да, и пожилым населением, да. Ведь надо понимать, что возрастная дегенерация начинается с 35-40 лет. Только начинаются изменения, такие вот дегенерации. Именно изменяется сосудистая полоска, именно питание нарушается этих клеток. Выбрасываются всевозможные медиаторы, которые у средневозрастной группы, их не найдешь. А вот у возрастной группы уже найдешь эти медиаторы, да, которые отвечают за эти окислительные процессы непосредственно, которые приводят к закислению именно среды, да, которые приводят к этим дегенеративным изменениям нервного волокна, рецепторного волокна, теряются волоски у волосковых клеток, да, поэтому чувствительность нет такой, питание уже не такое. Надо понимать, мы ведь с каждым годом, мы ведь боремся за что? Мы боремся за продолжительность жизни человека, да. Продолжительность жизни человека увеличивается. Увеличивается, да. И увеличивается. И возникают новые проблемы, с которыми мы сталкиваемся с вами. Ну, возрастные, соответственно. Конечно, да. До тех проблем, которых раньше человек не доживал, сейчас мы их наблюдаем. Все, наверное, реально. В будущем, наверное, мы сможем именно работать на стволовых клетках, да. Ведь надо понимать, ведь пул же у нас есть, вот когда вот коронавирусная инфекция происходила у нас, да, вспышки коронавирусной инфекции. Ведь сначала же, ведь как, вот если мы в 2019 году начали бы с вами разговаривать об этом, да, мы бы говорили, все, поражаются, нервное волокно не поражается, поражаются только лишь поддерживающие клетки, да. Это базисные клетки, стволовые клетки, это которые отвечают за питание нервного волокна, клетки поражаются. Сейчас мы совершенно противоположно поражаемся не только поддерживающие клетки, поражаются и нервное волокно. Особенно, когда описывали случай коронавирусного менингита в 2000 году, вот, и доказали, что действительно нервное волокно поражается. Мы еще, наверное, будем долго, последствия разгребать вот этой новой коронавирусной инфекции, да. Так что-то открывать для себя, да. Открывать что-то новое для себя. Почему? Потому что последствия этого коронавирусной инфекции. Почему? Потому что вот этот нейрогенный вирус, нейротропный вирус, да, приводит не только к поражению периферии, но и к поражению центральных литей отделов. Евгений Ильич, ну, вы уже вкратце сказали тогда, да, что вот какие жалобы могут появиться, с чем пациент может обратиться к специалисту. Ну, вот вообще, вот именно с патологией лорорганов, да, вот с какого врача нужно начать, и какова может стезаться вообще вот пациентов именно с лоропатологией? Ну, смотрите, первоначально все равно терапевт идет... То есть первичное звено, опять же, да? Да, человеку, или если за экстренной помощью он обращается, он вызывает либо скорую медицинскую помощь, да, и рассказывает свою проблему. Ну, это уже такой случай, если, да. Если человек обращается на амбулаторном звене уже непосредственно, он все равно первоначально приходит к врачу-терапевту, либо к врачу семейной медицины он приходит, да, с вами жалоб. Терапевт в любом случае уже разберется, к какому врачу направить. Конечно, грамотный терапевт, он всегда распознает, мне кажется, лоропатологию или начинающуюся лоропатологию. Если будет такая необходимость. Или возможную лоропатологию, да. И направит уже к узкопрофильному специалисту. Если есть такая, да. Если узкопрофильный специалист, например, сомневается в чем-либо, да, сомневается в своем диагнозе или хочет подтвердить свой диагноз, то уже есть консультанты к вам. То уже непосредственно более центральный отдел он направляет, да. Я не спорю, есть вещи, с которыми мы справиться чисто технически не можем. Либо навыков нам не хватает. Почему? Потому что мы не работаем на этом оборудовании. Тогда мы выходим уже на федеральные центры и пытаемся работать совместно с федеральными центрами. Ну, то есть в любом случае пациент без помощи не останет? Помощи не останется в любом случае. Я так понял, что вообще доступность довольно высокая, да. Доступность есть. Я знаю, что к вам всегда зеленый свет. Лиза Констант заполнил минимум обследования, да, ну, по стандартам. И все, человек попадает. Совершенно верно. Тем более запись, регистратор медицинский записан по электронной записи, все это. Конечно, и на амбулаторном уровне мы прием ведем, и экстренную помощь оказываем. И в дежурные дни мы всегда готовы помочь человеку. Мне кажется, у нас никто не оказывается без помощи. Даже, говорю, если где-то мы сами можем растеряться в чем-то, да, мы всегда можем попросить о помощи коллег более центральных отделов. Ну, да, начиная уже от телемедицины, мы сейчас ее вообще применяем. Заканчивая тем, что вот действительно человек направляется просто в федеральный центр. Спасибо IT-технологиям, спасибо, наверное, то, что они вошли в медицинскую систему. Ну, у нас в регионе это очень сейчас доступно, и все это развивается. Евгений Геннадьевич, вот мы говорили про сезонность уже, да, вот именно вот холодное время, да, оно же провоцирует все-таки заболевание органов, да? Конечно, конечно. Как уберечься, как вот все-таки себя защитить от этого, ну, хотя бы как-то минимально? Ну, если вот общими фразами такими, да, сказать, ну, да, пообщими, да, то это, конечно, нормализация своего графика, отдых и работы, да, это питание, большое внимание очень, подключайте больше овощей, подключайте больше овощей. Отсутствие вредных привычек. Совершенно верно. Отсутствие вредных привычек, конечно же, это личная гигиена, почаще мойте руки. Если в эпидемически нестабильной ситуации вы видите в городе, да, к примеру, то старайтесь избегать мест с большим скоплением людей. Скоплением людей, да, да. Даже воздушно капельный путь. Можете взять за привычку, приходя домой, проводить туалет полости носа с левыми растворами в виде аэрозолей, в виде спреев можете использовать, да? Почему не говорю о баллонных каких-либо туалетах полости носа, да? Потому что я боюсь, как бы вы себе в слуховую трубу не надули этот баллон. Поэтому лучше аэрозоли, спреи, мягонько воздействовать на следствие, чисто с гигиенической целью, да? Вот. Что еще вы можете непосредственно... Ну, вакцинация, Евгений Евгеньевич, тоже, да? Вакцинация сезонная вот эта вот... Сезонная вакцинация, конечно, это большое значение. Особенно группы риска. Большое значение, да, имеет. Тем более, вот пациент же знает свои слабые места, да, вот мы сейчас говорим, он говорит, да, вот у меня вот это может встретиться, там, это может, да, вот. Вот. Поэтому вакцинация от гриппа, вакцинация от коронавирусной инфекции, это настолько важно. Я хочу сказать еще, что люди, научитесь правильно высмаркиваться. Это тоже важно. Я вот, я с ужасом наблюдаю, когда мама зажимает с двух сторон своему маленькому ребенку нос и говорят, давай, давай, смаркайся, смаркайся. То есть, периодически перекрывая носовое дыхание ребенку, потом открывая носовое дыхание, тем самым стимулируя заброс слизистого отделяемого из полости носа слуховой трубу. Дорогие мои, прям вот честное слово я хочу сказать. Мягко, постепенно, сначала с одной стороны проводим туалет полости носа, легким высмаркиванием, да, выдуванием воздуха через один носовой ход, зажав другой. Потом с другой стороны это делать. Не надо постараться одномоментно это производить, пожалуйста, да. Почему? Потому что часто, часто, часто осложнениями, да, остро-респираторной вирусной инфекции, это отиты. Это средние отиты, тубарный путь восхождения. Это серьезно, это уже такая психология, которая требует действительно уже обращения к вам, то есть именно к врачам. То есть, надо понимать, средний гнойный отит у взрослого населения до 27% мог приводить к снижению слуха. Поражению аппарата слуховоспринимающего. Евгений Евгеньевич, а вот по поводу ингаляторов хочу, хотя бы в двух словах, да, сейчас это вот, ну, очень часто используют это, да, ингаляторы. Какие, может быть, лучшие из них, вообще нужны ли они, при какой патологии, это в любом случае надо с врачом, конечно, решать, да? Да, конечно. Просто хочу сказать, если вы касаетесь отторинолрингологии, да, используете ингаляторы, то это ротоглотка, гортаноглотка, в основном большая часть, да, работает ингалятор неплохо. Ультразвуковые ингаляторы работают неплохо, да, вот, если мы по механизму действия будем говорить с вами, да, вот. Но, опять же, не уповайте. Я хочу сказать по поводу ингаляторов. Отторингологи не так часто их применяют. Не так часто их применяют. Не так часто я даже стационарьи назначаю ингаляции. То есть, в принципе, в домашней оптичке их не обязательно имеют? Не обязательно. Не обязательно имеют. Вот с отторингологической точки зрения хочу сказать нет. Ну, то есть, в принципе, если вы там что-то будете рекомендовать, есть же, да, и физиоотделение, да, и так далее, то есть… Вы… Не надо смотреть скептически на свое поликлиническое отделение, да. В поликлиниках худо-бедно физиотерапия есть. Конечно, используется. И используется, и широко используется. И эффект есть на самом деле. И эффект есть на самом деле, да. Самое главное – грамотно. Просто хочу сказать, когда вы проходите физиотерапевтические процедуры в лечебном учреждении, вы находитесь под присмотром. Да. И должны быть не хотелки, а назначение именно врача. Да, 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 совершенно верно. Вы катастрофы не натворите никакой, честное слово. Просто когда видишь последствия народной медицины, наличие народных тел, вот я за свои, говорю, лорорганы, да, я имею в виду, ухо, горло, нос, да, когда обнаруживается там то, чего находиться вообще не должно, это, конечно же, не надо заниматься самолечением. Есть специалисты, честное слово, но вы же не в тайге живете, честное слово, в глухом лицу. Евгеньевич, ну и в завершении программы, может, какие-то добрые советы просто вот, и как от отринолинголога, да, и как вообще, как от доктора? Советы? Ну, какие-то полезные советы, да, вот именно как вот по сохранению здоровья именно лорорганов. Именно лорорганов. Ну, вы уже отчасти сказали, да, это повышение иммунитета, да, то есть гигиена сентрогеническая, да, вовремя обращаться к врачам, да? Ну, это обязательно, конечно. Я просто хочу сказать одно, не пытайтесь обмануть болезнь, честное слово. Вот я прям хочу, прям вот девизом, вот по жизни, наверное, у меня такой. Лозунгом таким. Да, лозунгом таким, не пытайтесь обмануть болезнь, да. Надо понимать, всегда обращайтесь к специалисту. Да, мы всегда рядом, всегда поможем. Мы всегда рядом, всегда поможем. Не надо как-то, вот я говорю, пытаться самостоятельно бороться с этим, да, потому что есть люди, некоторые приходят, которые по 5 лет со своей проблемой живут, по 10 лет своей проблемой живут, по 15 лет проблемой живут, качество жизнью страдает, да. Надо обращаться. Поэтому говорю, обращайтесь, вот честное слово. Спасибо большое, Евгений Георгиевич. Да не, за что было. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч, ваш доктор Смирнов.